Продолжение следует... 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 Надо сказать, что в пространстве последовательности существует и пустая последовательность, и функция, определенная на последовательностях, она должна иметь какое-то значение в этом для этой данной пустой последовательности. Для подсчета это, понятно, ноль элементов в ней. В какая функция перехода? Если мы знаем старое значение количества элементов, и вот добавляется какой бы ни был х, то новое состояние этой функции будет определяться чем старым ее состоянием. Можно так сказать, чтобы было вам легче понимать. fn-1 и х. То есть предыдущее ее состояние и новое переменное х. Новое значение, добавляемое в последовательность. Соответственно, это будет fn-1 плюс 1. Ясно? На языке программирования это будет так, с использованием оператора присваивания. Новое состояние переменной n, в которой будет вестись подсчет, будет равно старому значению n плюс 1. Мне больше нравится нотация n плюс равно 1. Ну или, в принципе, в данном случае можно использовать вообще чисто сишную на n плюс плюс. Ну или плюс плюс n в данном случае не играет роли. Понятно, да? Это абсолютно то же самое, просто в другой форме. Для суммы немного не так тривиально. Чему равна сумма последовательности чисел, где одно число? Ну, наверное, мы согласимся с тем, что она равна самому этому числу. Чему равна сумма? Ну, здесь понятно. То есть х1 плюс х2. И понятно, как выглядит индуктивная функция. То есть нам нужно к старой сумме чисел просто прибавить само это число. То есть старое значение плюс новый х. Ну и, соответственно, на языке программирования тоже это вполне понятно. С плюс равно х. Ну или просто с равно с плюс х. Да? А вот скажите мне, пожалуйста, чему равна сумма нуля чисел? Нет чисел. Чему равна их сумма? Многие скажут сразу же, ну, конечно, ноль. Да, ноль, но это не настолько тривиально. Понимаете, про нулевую последовательность мы можем сказать, что количество членов в ней ноль. А чему равна ее сумма? Почему мы так считаем? Почему нам это удобно? Вы знаете, только потому, что мы пытаемся расширить эту функцию о сумме последовательности на несвойственную для нее точку. И нам это удается сделать. И делаем мы это так. Так, мы говорим, ну, эта индуктивная функция, она работает вот так, да, функция перевычисления, да. Значит, нам надо, чтобы получилось х1, чему должно быть равно предыдущее значение, чтобы перевычисленная вот здесь равнялась х1 при применении именно вот этой функции перевычисления. Нулю. Из-за этого мы говорим, да, здесь у суммы ноль. Если мы вот так будем рассуждать, тогда нам не будет совершенно страшно вот это вот дело, да. То есть мы понимаем, что произведение это будет что? Ну, понятно, х1 умноженный на х2, это понятно, да. Произведение одного числа, вроде, произведения там нету, ну, как и тут, суммы не было на самом деле. Да, ну, в принципе, мы можем сказать, ну, и ладно, ничего страшного. Опять же, мы можем исходить, исходя из вот этого состояния для двух, ну, в общем, для одного вполне естественно, что там будет просто х1 в качестве произведения последовательности, состоящей из одного х. Да, но, ну, и сама вот здесь вот производящая, функция перевычисления, прошу прощения, да, n-1 умноженная на х1, да, это понятно. Ну, а на языке программирования p равно p умножить на х. Мне больше нравится нотация p умножить равно х. А вот здесь вот возникает довольно странный экземпляр. Опять же, понятно, откуда возникает. Вот отсюда мы говорим, а как должно быть, чтобы вот это значение тоже было вычисленным. Значит, мы видим, надо, чтобы для пустой последовательности произведение нуля чисел равнялось единице. Понимаете? Вот такая фишка, да, для пустой последовательности ноль сумма, да, и один произведение нуля чисел. Это так выбрано. Давайте посмотрим на примеры программы и можем переходить дальше. Программа для подсчета. Вот я создаю переменную n равную нулю, да, и прибавляю единичку для каждого очередного члена последовательности. Ну, я сейчас простейшую последовательность делаю, да, и генерирую цифры, как это уже мы делали. Ну, в результате мы увидим для числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, мы должны увидеть, что там 7 цифр. Ну, в данном случае это не должно зависеть от цифр числа. Совершенно очевидно, что это так и будет. Посмотрим на индуктивную сумму последовательности. Я, опять же, создаю переменную, я ее называю s. Все остальное точно так же, кроме вот этой вот единственной изменившейся строки. s плюс равно диджит. Что я делаю? Я просто увеличиваю именно на эту цифру конкретную, получается, опять же, давайте, 1, 2, 3, 4, 5, и получится 15. Замечательно. И произведение. Давайте произведение допишем и подпишем. Вот сюда вот p, да, да, множить равно, да, вот так вот мы это сделали. В результате распечатываем p. А вот здесь вот я возьму и ошибусь и напишу 0. Что в результате получится? У меня получится, что результат 0, потому что я домножаю все на 0. Ну, это довольно очевидное последствие, да, и понятная ошибка. Нужно исправить и сделать начальное состояние, да, вот эту вот единичку. Ну, давайте запустим уже с единичкой и получим факториал 5, да, 120. На этом все. Переходите к следующим индуктивным функциям следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok